здравствуйте на канале тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из киева директор украинского еврейского комитета эдуард долинский здравствуйте эдуард добрый день ну я не знаю вас можно поздравить в кавычках естественно с новым званием вот российский телеканал россия 1 назвал вас активистом запрещенной в россии организации украинских националистов все это с портретом как положено скажите пожалуйста это что досадное недоразумение российский телеканал лично к вам имеет какую-то пред какие-то претензии или что это тенденция не знаю нет но я думаю что какая-то там ошибка редакторов которые читали мой пост про похороны ветераны дивизии сс галиция михайло мудрака бимана франковский они там где я написал что значит что подвиг ветерана будет навечно жить в памяти горожан потому что они его михайло мудрака присвоили ему звание почетного гражданина ивана франковска и кроме этого собираются назвать его именем улицу там вот но конечно это как я воспринял как анекдот конечно на мне назвали меня уже до этого называли и агентом массада агентом фсб и вот теперь у меня уже новая должность появилась понятно ну ваш сарказм сыграл с вами злую шутку скажите пожалуйста вы обращались в этот российский телеканал с просьбой исправить это или вы не собираетесь заниматься и я этим заниматься не буду какие я никогда не обращаюсь никакие средства массовой информации здесь тоже у нас в украине потому что ну как одни называют меня так другие так а у меня есть своя собственная позиция я не собираюсь никому ничего доказывать понятно хорошо раз уж и мы заговорили о том поводе благодаря которому вы заслужили такую интересную славу скажем так я хочу вернуться к тому что случилось в мариуполе где на стене одного из домов появилась антисемиткой граффити смерджи дам и дальше произошла какая-то судя потому что я видел по вашим постам и тому что было в прессе украинской непонятная история с тем что вроде бы обрутились просьбой в полицию возбудить уголовное дело она отказала что там произошло почему отказали значит ну вы знаете там мариуполе нарисовали большой граффити на офисе политической партии от 0 смерть джеда и знак сс вот и объединенная виска община украины обратилась в полицию заявлением о том чтобы возбудить уголовное дело но полиция отказала официально представили письмо о том что они не видят признаков криминального правонарушения в этом призыве смерть джеда вот например вчера и директора общины это и михаил михаил ткач и я мы опубликовали посты в фейсбуке она значит наверное думаю в полиции узнали об этом и вчера вечером 9 часов вечера полиция изменила свою точку зрения и возбудила уголовное дело вот по этому факту по статье 161 уголовного кодекса разжигания нарушение равноправия разжигания местной розни вот что происходит не часто я конечно не надеюсь хотя может быть все может быть например на днях в херсоне задержали двоих молодых людей которые сделали попытку поджечь синагогу 20 апреля в день рождения гитлера вот это редкий случай конечно же и мы благодарны полиции за это ну и будем надеяться что в мариуполе тоже что-то смогут кого-то найти да я как раз хотел спросить такие граффити я не знаю это редкость или не редкость для украины но все-таки я встречаю такие сообщения о том что в том или ином городе проходили какие-то антисемитские или вылазки или выходки и так далее вы часто и ваши коллеги по еврейскому комитету обращали на это внимание вот я хотел вас спросить а что за этим следовало ли что-то когда эта ситуация придавалась огласке но я должен сказать что тенденция вообще в украине я об этом неоднократно говорил как смысле правоохранительных органов так и в средствах массовой информации так и в гражданском обществе тенденция на то чтобы отрицать проблему антисемитизма в украине проблему ксенофобии расизма там и ненависти это общее место иногда получается нам каким-то образом сделать какие-то подвижки вот как ну когда происходят вообще вопиющие случаи как например вот сейчас ивано-франковские в коломые но в основном конечно же предпочитает замалчивать вы 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 не увидите например вот насколько широко случаев коломые было распространился по миру вообще американские сми английские сми там европейские сми израильские сми там все об этом написали все тот вы спроси в украине тишина только одна сама полиция сделала заявление по этому поводу но в сми вы ничего практически ему за малым исключением ничего особенного вы не увидите так что вот ситуация все таки я считаю что позиция такая что скрывается это все скажите пожалуйста я знаю что в украине сменилось руководство института памяти так кажется называется да это учреждение до этого правозащитники в других странах активно критиковали его работу я знаю что и в самой украине были споры поэтому по этому поводу сейчас сменилось руководство уже несколько месяцев что-то изменилось и меняется политика в этом отношении или же нет но я должен сказать что эта политика ведь какая проблема была с тем руководством это надо было агрессивная героизация нацистских коллаборантов просто она уже вышла за всячески ту не ту же на на вообще любита беспредельная новая это было уже просто какой-то кошмар который не укладывался ни в какие рамки цивилизованного общества вот сейчас ситуация смягчилась я должен это признать что хотя дробович антон новый председатель института он делает неоднозначные тем не менее заявления которые вписываются в государственную политику но он не проводит такой агрессивной героизации уже такого ну нет как то что происходило при ветровича хотя до сих пор выделяются большие деньги на этот институт там работает около 100 человек по моему бюджет что-то около более миллиона долларов в год или даже чуть больше это серьезное учреждение пропагандистская не не научная задача которого имплементация государственной политики памяти то есть вот иногда то что о чем вы часто пишите у себя на вашей странице в фейсбуке о том что в тех или иных городах называются улицы или ставятся памятники людям однозначно считающимся коллаборантами замешанными уничтожение евреев и это скажем так тенденция она никак не поменялась понимаете эта тенденция не поменялась конечно же просто если она например активно поддерживалась предыдущим правительством и президентом как порошенко и например тем петровичами там и парламентом во главе с порубьем не были приняты законы и там ну целая история была всего этого то сейчас это не так активно и это не является первостепенной повестки например для этого правительства тем не менее украина не отказалась всего того что было сделано все эти памятники улицы и нацистским коллаборантам убийцами евреев и она продолжается в той или иной степени на уровне местных советов на уровне городов например ну пускай без участия центральной власти это весь процесс продолжается в различных формах понятно эдуард спасибо что нашли для нас время за ваши комментарии всего вам доброго и самое главное будьте здоровы до свидания спасибо вам всего хорошего до свидания напомню что с нами на связи из киева был эдуард олинский всего доброго